Скажите, за что, скажите, люди мучают друг друга? И любят, мучают, и не любят, мучают. Вот я веду себя жестоко, мистактно. Павлик, вы хороший, добрый человек. Что я могу сделать? Вы говорите, что любите меня, а я вас нету. Так что я могу сделать? Что вы можете сделать? Когда-то я встретилась с человеком, который был, он самый умный, добрый, красивый. Может быть, только для меня. Пусть так. Для меня он такой. И одно время мне даже казалось, что он тоже любил меня. Вернее, ему так казалось. А может быть, ему даже не казалось. Это не важно. Смотрите на меня внимательно. Что-то во мне, очевидно, не так. Значит, за что мне так казалось? Я ведь так хотела заслужить его любовь. Я готова была на всё, чтобы он был со мной. Мне необходимо было видеть его каждый день. Просто видеть, говорить хотя бы это. Я не могла жить без него. Я звонила ему по телефону и слушала его голос. Я стояла под его домом и смотрела на окна. Я писала ему письма вечером. Лала его подушку. Каждую ночь сидела и бугнила. Дорогой Эмиль, услышь меня, пожалуйста. Вспомни обо мне хоть одну минутку. Я так тебя люблю, мой хороший. Разве женщина может так себя вести? Разве я могу воспитывать детей? Разве может после этого кто-нибудь, хоть кто-нибудь любить меня? Надо себе разв edелиться для людей. Ребята, мы можете oliveть их о том, чтобы ремонтируешь. z